Из Севастополя, где проходил всероссийский турнир по панкратиону «Динамовец», в Карачаевск вернулись воспитанники бойцовского клуба «Альфа». Все юноши, представлявшие наш регион на соревнованиях, продемонстрировали хорошую подготовку и вошли в число призеров состязаний. Со спортсменами и их тренером встретился Ахмат Халкечев. Всероссийский турнир по панкратиону, посвященный памяти первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова, собрал в Севастополе лучших бойцов дисциплины со всей страны. На высшем уровне была как организация самих соревнований, так и подготовленность всех участников, делится тренер наших ребят Саурен Найетов. Атмосферу крайне жесткой конкуренции на состязаниях усиливало и то, что львиная доля участников были мастера и кандидатов в мастера спорта в дисциплине. На рим также нередко выходили действующие чемпионы мира и страны. Но все эти обстоятельства еще сильнее обостряли спортивный азарт наших спортсменов, подслуживает он. На их фоне мои ученики вообще не терялись, показывали настоящий на самом деле класс, дрались с мастерами спорта, даже с кандидатами мастера спорта. В принципе, это их никак не смущало. Провели свои поединки отлично. Также было очень интересно наблюдать школу севастопольскую, именно Панкратиона. Но мы ездим в основном по СКФО. Соревнования шли три дня, в течение которых все трое воспитанников Саурана на этого сумели продемонстрировать хорошую физическую подготовку. Ляон Кипкеев, выступавший в весовой категории 58 килограммов, чтобы завоевать золото турнира, провел четыре схватки. Как признается сам юный боец, это всего лишь вторые соревнования всероссийского уровня, в которых он принимает участие. До этого были соревнования в мае этого года, которые принимала столица Адыгеи, город Майкоп. Там ли он стал серверным призером? В финале я вышел с Тимуром, он был КМС из Севастополя. Победа досталась нелегко, я пропускал проходы, это надо доработать, это мой минус. Ислам Шедаков, выступавший в весе до 53 килограммов, и Эльдар Байтера в категории 46 килограммов стали бронзовыми призерами турнира. Ребята признаются, что больше подвело отсутствие опыта участия в соревнованиях такого уровня, нежели физическая подготовка. Первый бой длился 3 минуты, я выиграл, оставалось 18 секунд. Второй бой у меня был тяжелый, соперник тоже был тяжелым. В баллах я выигрывал, но я проиграл баллитом. Использовал он прием рычаг локтя. 5-2, по-моему, было, я его выигрывал. В первой схватке, честно сказать, я по своей неопытности, когда я выигрывал с отсчетом 3-1 на последних секундах, попался на неприятный прием. Второй бой, когда я вышел, я выигрывал своего соперника с отсчетом 11-0 и в конце сделал удышающий прием треугольник и одержал победу. Второй поединок, хоть и был завершен досрочно, и с серьезным отрывом в счете невнимательность и обидное поражение в первой схватке Исламу Шедакова стоили выхода в финал соревнований. Почти та же история повторилась и у Эльдара Байтерова. Но для обоих этот турнир дал весьма ценный опыт, уверен их тренер. Да и самые юные бойцы не унывают, ведь вне зависимости, какое место на турнирной таблице им присудили, они доказали, что они лучшие. Ну а впереди еще будут новые соревнования и новые возможности. Ахмат Халкевичев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.